Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! У нас сегодня идет 10-й день пандемии коронавируса. Пандемия объявил, если кто не знает, Тедрос Гибрейсус, директор ВОЗ. И вот у нас сегодня концерт Сергея Воронова, фронтмена группы «Сладкий хлеб», популярной в узких ургах в Республике Белоруссия. И вот Сергей решил в поддержку людей, которые заболели коронавирусом, сделать такой вот, скажем, концерт. Сергей, как вы относитесь вообще к коронавирусу, к этой проблеме? Ну, я к нему пока прямого отношения не имею. Ну, а проблема вообще существует? Проблема объективно существует. Ну, как вы думаете, музыка помогает вот в этой проблеме, как бы, чтобы люди вообще не поникли духом? Однозначно, однозначно. Это поднимает настроение, общий тонус и, соответственно, иммунитет. Если слушать хорошую музыку, поднимать себе настроение, ну, в том числе и различными напитками, то, возможно, коронавирус вас и не возьмет. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ТОЖЕ ЖИЗНЬ НЕЛЕГКА Без моей пятой ноги И НОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И НОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ НОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Без моей пятой ноги ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Отлично, 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 Сергей. Ну, неплохое начало. Неплохое начало, да, я полностью с вами согласен. А скажите, вот как вы пишете песни? Вы сначала придумываете музыку, а потом стихи, или стихия, а потом музыку? Нет, это обычно всё рождается органично. Оно как-то вот, которое некоторое время оно накапливается, а потом единовременно выходит. Ну, хотя бывают, конечно, ситуации, когда сначала появляется текст, потом музыка. Но чаще это такой процесс, это процесс выделения, выделения организма, знаете, как процесс самолечения такой. Выплеснул эмоции, и вот такие... Крик души, скажем так. Да, они выходят в виде песни сразу. Понятно. И о чём же будет следующая песня? Ну, для начала надо решить, какую песню следующую будем играть. А, сыграю песню, которую я сочинил перед отъездом, собственно, из Республики Беларусь. Да, вот, кстати, из Республики Беларусь, потому что у россиян приняты говорить Беларуси, всё-таки правильно Беларусь. Это белорусская мова. Ну, официально мы же всё-таки используем транслитерацию, а не перевод. Поэтому, когда говорим об официальном названии государства, говорим Республика Беларусь. Хотя в узких кругах мы, ну, мы, так сказать, ульфомалы, там, всякие металлисты, мы называем Республика Беларусь. О, как! Я так понимаю, сейчас будет тема какая-то политизированная. Ну, она не то чтобы политизированная, скорее социализированная. Ага, так, ну, ждём. Комон, эврибоди! Комон, эврибоди! Правительством издан новый декрет, чтобы отправить тебя на тот свет. И подготовлено постановление, дабы устроить твоё погребенье. Торопись, получай из первых рук полный пакет ритуальных услуг. Незачем время напрасно терять. В этой стране хорошо... Хорошо умирать. Комон, эврибоди! Правительством принят новый закон, Чтобы успешно ты был умешлён. Ну, а в придачу ещё директива, Чтобы в гробу ты смотрелся красиво. Комон, эврибоди! Комон, эврибоди! Правительство выпустило прокламацию В целях массовой элиминации. Хватит возиться и землю топтать, Время могилы собой наполнять. Торопись, получай из первых рук Полный пакет ритуальных услуг. Незачем время напрасно терять. В этой стране хорошо... Хорошо умирать. Комон, эврибоди! Сергей, Сергей, а вот эта вот песня Про старых панков можешь? Да-да-да, ну и играй. Старый стал совсем, отпустил бороду, Отпустил бороду, гуляю по городу, Гляжу на молодёжь, Гляжу на молодёжь, какая пиздёжь, а! Старые панки, дранки и джанки, Старые панки весело живут. Старые панки брутся по гражданке, Старые панки их песенки поют. Как посмотришь, бля, так все такие охуенные, Не в рот ебенные, идейно пенные. Знают ко всех о счастливить, добродетель приумножить, И приходят к выводу, чтобы всех уничтожить. Вон опять кто-то кричит, что весь мир стал говно, Но не стал он говно, он такой уже давно. А старые панки, дранки и джанки, Старые панки весело живут. Старые панки брутся по гражданке, Старые панки их песенки поют. О чем поешь, а чего вообще играешь, Не дай бог чего-то там в стилях недопонимаешь, А это панк хардкор или нойс или крас, Да чего ты вообще доебался, пидорас? Мне что, ой, что стрит, что фолк, что дебит, Да вообще у меня на это дело не стоит. Ведь старые панки, дранки и джанки, Старые панки весело живут. Старые панки брутся по гражданке, Старые панки их песенки поют. О-о-о, все идет по плану, Некрофилия, некрофилия, Ходит дурачок по лесу, Ищет дурачок глупее себя, А мне насрать на мое лицо. Вечность пахнет нефтью, Мы лед под ногами майора, Я убил в себе государство. ГО! О-о-о! ГО! О-о-о! ГО! О-ой-ой! ГО! О-ой-ой! ГО! Сережа, хотел вам задать один вопрос. Вы ели когда-нибудь летучих мышей? Нет, вот летучих мышей мне пробовать не довелось, к сожалению. А почему? Я ел лягушек, змей, но мышей как-то не получилось. А зачем ты ел змей и лягушек? Ну, в детстве было интересно попробовать. А-а, то есть это в детстве? Я читал различные книжки про Робинзона, про Миклуха Маклая. И я вот, ну, я искал вот эти альтернативные способы выживания, потому что мало ли коронавирус, мало ли вот... Ну, я уже внутренне как-то предполагал, что это какие-то, какие-то катаклизмы. Мне почему-то казалось, что на моей жизни будет немало катаклизмов. А пиявок на вены не ставил? А, нет, это глупо, потому что, ну, я с детства увлекался биологией, и я знал, что большинство наших пиявок – это ложноконские пиявки, которые даже человека укусить-то не могут толком. А ты знаешь, есть такая наука, энтомология, да? Какая энтомология? Ты имеешь в виду герудотерапию, может быть? А что это такое? Это лечение при помощи пиявок. Нет, я имел в виду лечение при помощи пауков и тараканов там. Ну, знаешь, вот типа... Энтомология – это наука о насекомых вообще. Ну, да. А при помощи... Ну, пауки-то вообще-то к насекому не относятся. У Кинга Даймонда есть альбом там какой-то, я уже забыл, как называется. Там суть вся в том, что мальчик боялся пауков. А это арахнофобия. Да. И вот они там решили клин клином вышибать там пауков на него напускать там. Типа того. Ну, у моей жены тоже у нее арахнофобия, она поэтому завела себе паука. Ага. Правда, когда приходит время чистить ему вот этот его инсектарий, то все время приходится это делать мне. Хотя я его тоже не очень... Ну, когда он там сидит, то я к нему нормально отношусь. А вынимать его мне не очень приятно. Отличный фильм «Звездный десант», «Война с жуками», «Сарахниды». Ну, это, да, это обычные человеческие страхи. Нет, ну, большинство... А также в книжке «Пятнадцатилетний капитан» есть такой персонаж. Молок, кузен Бенедикт, который где-то там в джунглях... И он там бабочку какую-то нашел... Монтикоро. А, Муху ЦЦ нашел. Муху ЦЦ. Муху ЦЦ. И определил, что они на самом деле не в Колумбии, а в Африке. Да. А так как у него спиздили очки, блядь, и он хреново видел, ему какой-то негр подсунул паука с двумя оторванными ногами. И он там, типа, всю дорогу загонялся, что вот когда он приедет домой, он сделает величайшее научное открытие. И называл его там «Семенок Бенедикта», блядь, а там просто лапы были оторваны наглухо. Короче, когда ему вернули очки, он, блядь, впал в депрессию там ужасную. Ну, есть так много. Ну, ладно, Сережа, исполни-ка еще что-нибудь. Люди-то болеют все-таки. Я решил начать жизнь по новому кругу. Я вчера послал нахуй белоглазую подругу. И симфирус, и забелла я тоже послал. И с Марией, и Хуаной дружить перестал. Выгнул всех к имени-матик пинками под зад. Только Трифон и Кондратью ходить не хотят. Она похмельный пустырь, как шальная конница. Злая бессонница в больной череп лопится. А с нею в придачу и тупая депрессия. Вот сделал себе весело, теперь хоть повесится. И кто мне поможет, кто им чего скажет? Трифон и Кондратья вместе с ними пляшут. Из такой ситуации выход только один. Приходи ко мне, господин Морфин. Господин Морфин ко мне приходил. Господин Морфин всех врагов победил. Господин Морфин, он такой прикольный. Господин Морфин, хорошо и не больно. Хорошо и не больно. А с господином Морфином дружить приятно Он такой представительный, такой опрятный Не несет перегаром, не лежишь в плевоте Только вечно торчишь при любой погоде Открываю вену, как ключом, иглой Да господин Морфин, заходи ко мне домой Господин Морфин ко мне приходил Господин Морфин всех врагов победил Господин Морфин, он такой прикольный Господин Морфин, хорошо и не больно Хорошо и не больно Хорошо Падабудапс, стоп, 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 спарупа Но время проходит и все кончается И старые друзья опять возвращаются Они все прощают и ты все прощаешь И не покидать их опять обещаешь Но по господину Морфину, конечно, скучаешь И сколь бы ни были горькими эти речи Но мне очень дороги эти встречи Очень дороги, дороги, дороги Эти, эти встречи очень дороги Господин Морфин, господин героин Господин кокаин и амфитамин Господин клофелин, господин мискалин Господин Морфин Господин Морфин Господин Морфин Господин Морфин Господин Морфин Господин Морфин Да, Рундулмунду бы эту песню оценил, и многие любители морфинов и различных опиатов, конечно, бы прониклись бы сразу. Рекомендую всем вот вина, таманские вина. Рекомендую всем вот вина. А в коробке плещется портвейн три семерочки. Эх, коробочка, 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 а в коробке плещется три семерочки. Выпить утром по весне – это штука дельная, злое солнце давит мне в темечко похмельное. Только не кручу тебе и кручу педали, потому что на поверх мне в магазине дали коробочку, коробочку, коробочку. А в коробке плещется три семерочки. Все в округе мне твердят, как ты это смеешь, будешь по утрам бухать, быстро отступеешь. Я на это не молюсь, подаюся пахусь, а потом вином рвюсь, а вы все выкуси на тусе. Коробочка, 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 а в коробке плещется три семерочки. Эх, коробочка, 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 а в коробке плещется три семерочки. И Коперник, и Ньютон, и другие ученые потребляли день за дню пятия крепленные. И Платон, и Диоген, и прочие философы пили вермут и портрей, даже без вопросов. Коробочка, 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 а в коробке плещется три семерочки. Эх, коробочка, 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 а в коробке плещется три семерочки. сергей как вы относитесь к творчеству высоцкого весьма положительно то есть он вам нравится как исполнитель и как кино актер до того как я начал вообще слушать этот панк-рок или или даже во время этого я сейчас уже срочно срочно сложно мне это все выразить даже все мои чувства были пластинки даже не у меня у мамы моей слушал на проигрывателя Владимира Семеновича ну а подражали подражали ему как бы нет конечно конечно все кто начинал играть кто брал в руки акустику все пытались подражать высоцкому я даже ну а можете вот что-нибудь исполнить ну да песенка в стиле высоцкого называется похмельная былина опять же она посвящается в некотором роде были на мой эпусу истории и так далее тут все намешано давным давно когда все было на руси ну в общем было что там выпить загусить страною правил самодержит царь горох и вот однажды государь наш за не мог проснулся по утру на русской он печи башка болит лишать на жестком кирпичи не дух тяжелый снова свел ему спину и на подмогу царь позвал свою жену миланье душенька рассолу принеси от мук телесных бога ради упаси подняться мучениц спина моя болит жена в ответ пошел ты старый паразит царица зла была на мужа своего ведь надоело ей срамиться за него царь на хмельном перу всю ночь вчера гулял и зеленая вина порядком перебрал ты походи пока в палатах при перу а сам стыдись что учинил ты на перу опять устроили дебош и пьяный хам весь тронный зал пообрыхали тут и там вчера сяпять вы свои воды нажрались и с королевичем немецким подрались а царский терем стал похожим на кабак сгинь брось ночей не то прибью хмельной дурак зарю с утра припомнить тяжко было все горели трубы ныло чрево у него с лишанки кое-как скатился он на пол обулся в лапти и на улицу побрел илью шамуромец на лавочке грустил и папироску самокрутную курил а пьянок светлый лик у витязя опух курил илья и отгонял славредных мух царь поздоровался с ильей и рядом сел идти домой обоим было неудел достал царь трубку и лениво раскурил махорным чадом всю округ задымил скажи ильюша ты при памяти аль нет о том что делалось вчера мне дай ответ скажи царю что приключилась на гулянье я после хмеля нахожусь во тьме незнания и богатырь изрек торжественный рассказ о том как царь заехал шейху в левый глаз о том как пьяный на гармошке он играл и мать монахиню в украдкой соблазнял илья и сам вчера изрядно перепил и кулачищем с пьяным многим приложил царю поведал витязь все что помнил сам царь подивился учененным чудесам и понял государь какая с ним беда и соответственный указ издал тогда чтоб после пира в жизнь мирскую быстро влиться всем поутру необходимо похмелиться вот это вот дело дело нужное и песня хорошая такая рассудительная ахахахаха долго сочинял нет на самом деле не долго эту песню сочинил в армии как-то на смене сидел возле приемника и что-то на мне а я тогда что-то увлекался таким всем фэнтези шментези бобелиные русские перечитывал и так далее а вот ты комикс какой-то там рисуешь да вот тоже как бы он тоже на на тему такую на тему были много этого эпоса ну немножко перефразируя жизнь ну там я пытаюсь как бы создать такую ситуацию как ну там главный герой которого считаете богатырем а он на самом деле не богатырь он просто обычный человек но он в силу своей какой-то ну житейской смекалки он из всех ситуаций выкручивается ну вот